Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о Зинаиде Кириенко, советской и российской актрисе, эстрадной певице, народной артистке РСФСР, лауреате государственной премии СССР. Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Когда девочке исполнилось три года, родители развелись. Позднее мать вышла замуж за другого мужчину, Михаил Кириенко стал не просто отчимом для Зины, опасаясь репрессий, мама сменила фамилию будущей актрисе. Дело в том, что настоящий отец попал в опалу властей и еще в 1939 году бесследно пропал в лагерях. После Великой Отечественной войны Зинаида Кириенко переехала с матерью и отчимом в Ставропольский край, Станицу Новопавловскую. После седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, участвовала в самодеятельности. И в конце концов рискнула поступать в театральный. В первый раз ее хотели принять во ВГИК условно, то есть без стипендий и без общежития. Но Тамара Макарова, которая состояла в приемной комиссии, посоветовала ей приехать на следующий год, когда Герасимов будет курс. Зинаида так и сделала, спустя год она успешно прошла все туры и была зачислена. Зинаида Кириенко окончила в ГИК в 1958 году. В 1959-1960 годах, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1961-го, театра студии киноактера. Впервые снялась в кино в 1954-м, сыграла главную роль в короткометражке «Надежда». Далее снялась в фильме Юлии Солнцевой «Пойма о море», в драме «Сорока. Воровка» по одноименной повести Герцена. В 1961-м на экраны вышла лента Василия Пронина «Казаки», в которой она блестяще исполнила роль красавицы Марьяны. Тихий Дон, вышедший на экраны в 1958 году, подарил студентке ВГИКа всесоюзную славу. Девушке удалось блестяще передать характер героини Натальи, кроткой с несчастной женской долей казачки. По словам Зинаиды Георгиевны, получилось это потому, что она очень похожа со своим персонажем. Гениальный Сергей Герасимов сразу это понял. С тех пор режиссеры осыпали предложениями, Кириенко снималась каждый год и всегда в главных ролях. В 1959-м актриса блистала в драме Сергея Бондарчука «Судьба человека», перевоплотившись в супругу героя Андрея Соколова, взявшего на воспитание мальчика-сироту. Зинаида Кириенко также запомнилась зрителям по ряду второплановых ролей, которые ею были прекрасно сыграны, например, в сериале Евгения Карелова «Два капитана», где она сыграла мать Сани Григорьева Аксинью Федоровну, Настасью Меркуловну в ленте «Люблю, жду, Лена», хозяйку золотых карьеров «Утро обреченного прииска». Актрису долгое время не снимали, как отмечает она сама в своих интервью, это связано с конфликтом с неким высокопоставленным чиновником, который внес Зинаиду Кириенко в черный список, вдруг, как будто опустили шлагбаум. Знаю, почему так произошло, просто я тогда не захотела идти наперекор себе и платить за роли своими чувствами. В итоге много лет не снималась, пока однажды, вопреки вето, Евгений Матвеев не пригласил меня в свою картину «Любовь земная». Благодаря ему я тогда вышла из депрессии. Перестройка принесла с собой безработицу. Кириенко почти на 10 лет пропала с экранов и только в 1996 году получила приглашение от Матвеева поучаствовать в создании картины «Любить по-русски 2». Работа примечательна тем, что актриса сама выбрала имя персонажа. Ей вручили роль прокурора, который женщина дала свою фамилию, в память об отце. В начале нового тысячелетия поклонники увидели любимую актрису в ряде телесериалов, а также в постановке Игоря Масленникова «Письма Кэльзе». Главные роли актрисе отдали режиссеры лент «Глубокое течение и одна любовь души моей». Зинаида Кириенко известна также как певица, во время актерского простоя ездила по городам и давала сольные концерты. Сотрудничает с поэтом Анатолием Поперечным, композитором Евгением Бедненко и другими. Входила в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Муж — Валерий Тарасевский. Они познакомились в 1960 году во время съемок фильма «Казаки», которые происходили в Грозном. Для массовок в фильме набирали спортсменов. Среди них оказался и Валерий Тарасевский, красавец, с таким живым, теплым взглядом удивительных глаз. — Они-то меня и сразили, — рассказывала актриса. Ему тогда было 17, а ей 27. Я поехала домой, к маме, и рассказала ей об этой ситуации. А она поддержала меня. Сказала «Главное, что ты его любишь. Если любишь, тогда ни в чем не сомневайся и действуй, как велит сердце. Я очень благодарна за это своей матери, я ведь и сама такая. Никогда не умела искать выгоду в любви. Вскоре они поженились. До смерти мужа жили вместе и были счастливы. У них родились два сына — Тимур и Максим. Тимур Тарасевский окончил институт военных переводчиков. Впоследствии он ушел из армии и стал предпринимателем. Максим окончил институт по менеджменту и аудиту. Зинаида Кириенко является активным общественным деятелем. Президент фонда энциклопедии имени Шолохова. Член Президиума правления Центрального дома работников искусств и Совета гильдии актеров российского кино. Лауреат государственной премии СССР за роли Фросини Дерюгиной в дилогии «Любовь земная». Золотая медаль имени Александра Довженко за фильм «Судьба». Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо за поддержку и внимание к моим работам. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания.